Мне такая нравится. Красота. Стоит она 729 тысяч. Нам такую вообще не утащить домой. Нам такую, Аня, не купить. У нас за такие деньги можно маленькую квартирку однокомнатную в Кунгуре купить. А тут одна кухня. Смотри, какие светильники. Смотри, со смурфиками даже есть. Смотри, какие кусенькие квадратики. Понятка? Да. Мы скоро спустимся, мам. Любительница эскалаторов. Сколько здесь всего красивого. Сразу охота ремонт снова в квартире. Смотри, какая детская. Классно, да? Стол внизу, выдвигаются лесенки, кровать. Классно. Классно. Пойдем. Пойдем? Да. Куда пойдем? Туда. Пойдем, посмотрим. Вау. Ань, не надо ложиться. Прям полностью интерьер тут. Комната. Там еще одна. Пойдем обратно. Пойдем. 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 Отстанула нитку в детской игровой комнате. Сама пошла по магазинам. Пойдем. Прям полностью изготовлена. Пойдем. Пойдем. Анатолия. Ух ты! Следят за детьми. Зашла для Лионардо. И, как думаете, что я смотрю? Ага. Конечно же, нитки для вязания. Вязать еще не научилась, но нитки уже покупаю. Просто зависла в этом магазине и хожу, просто все разглядываю. Мне кажется, работать в таком вот магазине – это моя мечта. Просто столько всего. Я могу здесь часами пропадать. Все разглядывать, мне хочется все попробовать. Вышивать, полепить. У нее сразу фантазия играет. Я представляю, что бы я могла из этого сделать все. Пришла проверить анетку. У них тут, оказывается, клоун их развлекает. Кстати, купила пряжу черную, спицу длинную. Буду вязать шарфик, Петя, попробовать. Так обычный лак пахнет. Большой палец не забудь накрасить. Большой. Вот так вот положи его. Вот так вот. На стол. Нет. Вот сюда, к краешку. Эти пальчики согни. Согни пальчики. Согни пальчики вниз. Согни. А что ты на тебе пальчик нажимаешь? Так, так, так. Все. Жди, когда высохнет. Поехали в метро. Потом еще хочу в декаплон зайти. Для тренировок что-нибудь посмотреть. Лосины новые. Вот уже. Давай я вас фоткну, Саня. Да, прям вообще уже все новогоднее. Красота такая. Степенопластовые формы продавались. В этом Ленардо можно все равно такое сделать блестками. Ленардо можно тоже оформить с ними. Смотрите, сколько всего. Одно Нового года уже. Все новогоднее. На любой вкус. Хрюшки. Кстати, год свиньи будет, да? Следующий. Вот кофе подарочный набор. Кстати, интересненький. Иван-чай. О, прикольно. Самовар. Класс. Ну, вообще просто выбор огромный. Чай, кофе, конфеты. Боже, посмотрите, какие огромные. Ферреро Роше. Очень красиво. Вот у меня, честно, из нашего маленького города приезжаешь, с нашим скудным выбором и просто глаза разгадаются. Столько всего. Ну, похоже, сейчас акции на это все. Пока еще Новый год не пришел. Выгодно, наверное, сейчас покупать. Мне не подходят, Лик. Масло убережишь. Помощница. Крутится. Нашли в докатлон еще тут рядышком. Хочу себе лосинки какие-нибудь. Ничего найти не могу. Хорошего. Я надо хоть немножко сделала танцы. Ага, пойдем. Тут такие милые, кстати, наборчики для танцев детских. Все такой розы. Это для гимнастики. А вот тут для танцев. Много детских, кстати, недорогие. Класси недорого застают. Посмотрим, Яня может ли что-нибудь. А, что я не могу. я уже дома как вы поняли я была только что на пилинге у косметолога я в предыдущем влоге говорила что я планирую посетить косметолога в этот раз я ходила к нашему кунгурскому к ней моя мама ходит периодически и собственно я к ней тоже записалась делали мне в этот раз салициловый пилинг косметолог сказала что он такой очень щадящий на него редко бывают какие-то негативные реакции действительно он очень комфортный лежишь спокойненько ничего не щиплет понравилась мне эта женщина я к ней записалась на чистку она мне порекомендовал ней в перми кстати рекомендовали сделать чистку и она подтвердила сказала что у меня поры забитые но я кстати перед походом к ней не делала вообще чистку никакие там эти полоски не наклеивала маску пленку делала ничего то есть вот какие они у меня поры были заполненные так с такими я к ней пришла сказала что у меня просто такой тип кожи и мне минимум три раза ой раз в три месяца нужно делать чистку и чистку нами будет делать не механическую не ручную аппаратную я кстати слышала что при проблемной коже вообще нельзя делать когда есть какие-то воспаления высыпания нельзя делать ручную чистку это все якобы разносится инфекция по коже микробы эти там что что там у нас водится в порах короче через неделю я пойду к ней на чистку потом мы продолжим с ней пилинги от 4 до 10 она сказала нужно курсом в зависимости от того как будет кожа реагировать и у меня немножечко видите пошли высыпания я заметил что у меня после пилингов как будто знаете начинает этот верхний слой сходить и все что там было внутри оно как бы выходит все наружу и потом кожа становится лучше когда то есть все воспаления проходят и я реально заметила улучшение после даже того вот пермского первого пилинга несмотря на то что я стала чаще есть намного чаще сладкая снова несмотря на эту кожу у меня стало лучше но должного ухода у меня конечно не было в последнее время и может быть еще на эту кожу отреагировал что я стала снова за ней ухаживать тониками протирать умываться спрашивала я у нее очень много разных вещей кучу вопросов и на задавала все что не интересовало и про альгинатные маски масс-маркета и про тот уход который я заказала которыми перми порекомендовали вообще рекомендации по поводу моей кожи спросила про инъекционную биоревитализацию рано ли мне делать и я такая думаю сейчас спрошу она мне скажет нет и что ты такая еще как бы у тебя кожа еще хорошая молодая не надо и она такая говорит да нет не рано уже можно но может некоторые подумают что она это говорит чтобы просто я к ней пришла это все сделала и как бы нас мне деньги поимела я на нельзя нельзя но нет это не так потому что она инъекциями не занимается то есть ей не выгодно мне это рекомендовать короче пора мне уже пора но она сказала что в принципе мне еще можно их заменить на другие методы косметические без инъекционные потому что как она сказала эффект от биоревитализации достаточно быстро сходит на нет выводится из кожи я сегодня утром проводила мужа в еще одну командировку очередную в этот раз отправили его в москву улетел он туда на самолете через четыре дня он вернется домой просила его что-нибудь там поснимать говорю снимай я потом может быть во влог ставлю но он как бы сказал ну поснимаю может быть так что ждем надеюсь что он там что-нибудь заснимет хотя надежды на это мало очень но все равно надежда умирает последней у него кстати учеба в здании мгу проходит и гостиница тоже рядышком с видом на мгу короче в самом центре города он у меня в москве не был с 12 летнего возраста так что я думаю что ему интересно в общем я за него очень рада я бы сама с радостью поехала в такую командировку но пока мне это не светит ближайшие несколько лет хоть за мужа порадуюсь спина так заболела стоять какие вот дела девчонки занялась своей кожей надоело мне ходить как подросток с прыщавой на камере возможно это не всегда видно иногда выбираю ракурсы просто так чтобы не все было видно но вот сейчас допустим мне кажется видно все напишите пожалуйста интересно вообще вам эта тема или нет может быть стоит ее более подробно раскрывать освещать все что я делаю более подробно рассказывать о всех процедурах или может быть вам это не интересно тогда я просто не буду так поверхностно просто буду упоминать об этом все так что вот это ваши комментарии так девочки лучше погулять мне нужно сейчас идти на почту мне пришло сообщение что паш пришла посылочка моя долгожданная потом я вам покажу что мне там пришло очень долго ждала несмотря на то что она из россии ко мне идет все равно очень долго и мне отправляли еще ой мусор опять на фоне мусорки начинаю снимать еще я открыла не только сезон колготок под штанами но еще и сезон пуховиков зимних длинный я делал пуховик решила что хватит не хочу морозить себе верхняя часть и ног филейные вот решила на прогулку с ребенком одеться тепло некрасиво но зато тепло это главное вот она мне дал гражданная посылочка мы пришли погулять с яной на площадку никого нет пустота по летом дневное время здесь столько народа в такую погоду видимо никто особо гулять не хочет вот мне надо ее выгулять чтобы она устала и потом днем хорошо поспала и я вместе с ней наверно кстати вроде даже солнышко собирается выглянуть кстати я когда-то показывала у нас здесь строили здание еще одну металлоконструкцию за этим забором и представляете его просто уже под крышу завели и разобрали не знаю что то там видимо то ли не соответствовало нормам то ли передумали они не рентабельно стало я не знаю короче представляете вот так вот взять построить а потом раз и разобрать все до нуля вот так вот мы ходим очень кстати удобный такой капюшон длинный удобно ребенка держать подстраховывать целенаправленно она идет куда-то не знаю куда такие вот у меня мамские буги хотя мне так не нравится слова мамские мамские мамская смотрите вот этой площадке у нас около года 2 уже пошел и просто вот вот эта детская каруселька и все поставила сюда вот эта площадка ведь она вся болтается просто все давай прыгать болты выкручены вот потом как нашему народу что-то делать а потом возмущаются что у нас все фигово стране а сами просто пакости все ломают не понимаю вообще наш народ ну не все конечно такие но к сожалению таких очень много вот как как потом делать что-то так девочки мы уже дома и как и обещала показываю содержимое моей посылки я ее уже распаковала сняла видео для своего асмр канал уже все посмотрела значит заказала я вот такой вот молочный мусс пилинг оказалось что к нему все-таки нужен нейтрализатор а я его не заказала и вообще его на сайте по моему даже на этом не видела но любом случае я пока пилинг сама себе делать не буду потому что через недельку иду на чистку как уже говорила потом еще один пилинг буду делать у косметолога а потом как раз надо будет уже в пирме ехать в учебный центр значит аравия кстати не пробовал ни разу эту фирму этой фирмы косметику тоник с фруктовыми кислотами буду тоже пользоваться пробовать использовать его буду один раз на ночь перед сном вечерний уход дальше вот это средство мне рекомендовали в учебном центре для косметологов фильме пенка нежного очищения для жирной кожи буду тестировать ну блин знаете вот такая легкая дальше новый крем заказала крем эликсиры для век очень большой объем стеклянная туба такая качественная хорошая здесь 15 миллилитров кстати не так уж и много а внешне очень очень большая упаковка может быть просто ну да стекло похоже просто толстые так дальше вот такой вот наборчик заказала крем коктейль энергетик вот только вот это меня смутило из этой посылки дело в том что оказалось что это для сухой кожи как видите на упаковке ничего не написано вот и вот этого тоже на сайте не было указано здесь только написано для сухой сухой кожи ничего страшного я попробую если вдруг мне не подойдет то я просто отдам это маме у нее сухая кожа если что она попользуется вот такая вот у меня была посылочка очень рада прям не терпится уже приступить к использованию но наверное вот с этим вот я пока повременю так как я сейчас после пилинга а вот вот этими средствами вот этими четырьмя начну уже сегодняшнего дня пользоваться так еще когда мы шли домой я в почтовом ящике обнаружила еще одну такую маленькую посылочку и давай сейчас вместе с вами распакую это чехлы мне пришли на телефон долго они не шли конечно несколько месяцев это силиконовые чехольчики с рисунками цветочными просто они были как видите в пакете без всякой там защиты и каждый еще в отдельном пакетике был чехол имитируют они такую ручную роспись тут даже вот у каждого цветочка как будто контур есть знаете как будто витражные краски контур сначала потом заливается внутри цвет матовый такой силикон прикольно кстати но на фотографиях у продавца немножечко цвета поярче но это как бы нормально вот и вот такой вот что-то меня потянуло на цветочки такие вот нежненькие оттенки даже не знаю какой мне нравится больше девочки какой вам из этих двух нравится больше может кому-то вообще ни один не нравится